ПЕРМСКОЙ ГРОДСКОЙ ДУМА Что можно сказать об основных параметрах бюджета? У нас будет небольшой профицит бюджета. В этом году он будет 377 миллионов в результате всех поправок, которые нами приняты. И последующие 25-26 годы это будет профицит около 600 миллионов рублей. Какова в общих чертах структура доходов? В структуре доходов у нас половину на сегодняшний день занимают собственные доходы. Половина это те трансферты, это те безвозмездные поступления, которые идут от вышестоящих бюджетов. То есть где-то порядка 25 миллиардов в этом году, а далее немножко объем трансфертов снижается. Но это потому, что ряд каких-то программ заканчивается, а новые пока не озвучены. А вот собственные доходы у нас идут где-то примерно на 24-26 миллиардов рублей. И в структуре доходов большую часть у нас занимают налоговые доходы. Большой объем занимает у нас поступление транспортной отрасли. Но надо сразу оговориться, что у нас и расходы соответствующие. То есть у нас эта отрасль, можно сказать, убыточная на сегодняшний день. Потому что по доходам мы получаем меньше на 2, а в последующие годы на 4 и на 5 миллиардов рублей мы получаем меньше, чем тратим на отрасль. Что еще касается расходной части, помимо развития транспортной сферы, на какие еще сферы заложены основные траты казны? Мы всегда говорим, что у нас социально ориентированный бюджет. У нас 50% бюджета идет на социальные нужды. И если мы говорим по тем расходам, которые являются основными, у нас все-таки самая большая часть занимает образование. Образование занимает 40% расходов бюджета. Остальные расходы это жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, транспорт и так далее. Вы сказали, что бюджет станет профицитным. Означает ли это, что в главном финансовом документе города будут резервные средства, которые могут выделить на новые проекты или на финансирование дефицита бюджета? Нет. Профицит тратится на другие цели. У нас есть муниципальный долг, который нужно гасить. И поэтому со следующего года мы начинаем его гасить. Видите, к 300-летию перьмы нам достаточно много выделяли денег из вышестоящих бюджетов на те проекты, которые мы бы одни не осилили. Но часть денег нужно возвратить. Благодарю вас за такой интересный и конструктивный обзор. Напомню, что сегодня об основных параметрах бюджета Перми на ближайшие три года мы говорили с Натальей Мельник, первым заместителем председателя Пермской городской думы. Спасибо вам. Продолжение следует...